Здравствуйте дорогие любители МВМА. Сегодня у нас UFC on ESPN Plus 21, который пройдет 9 ноября в Москве на ЦСКА арене. В этом конкретно выпуске Зелим Имадаев против Дэнни Робертса. Третье по важности событие на ивенте. Зелим Имадаев, 8-1 профессиональный рекорд, 24 года, 183 сантиметра рост. В UFC он провел всего один поединок и проиграл его большинством решений судей. Максу Гриффину в 2019 году. До этого выступал в Fight Nets Global, где очень часто нокаутировал людей. В основном это было в первом раунде. Но, конечно, соперники там были не сильные. Fight Nets Global там. Вот их рекорды 0-2, 0-2, 0-0, 0-0, 2-0, 0-0, 9-8 и 16-8. И вот Макс Гриффин сразу же, да, с рекордом 14-6 в UFC. Ну, теперь ему дали Дэнни Робертса. Он еще, по-моему, круче, чем Макс Гриффин. Но сейчас проверим. Дэнни Робертс по кличке Hot Chocolate. 16-5 профессиональный рекорд, 32 года, 185 сантиметров рост. Последние два поединка, правда, он в UFC проиграл. Тогда получается он не настолько крут. Чуть похуже, значит, чем Макс Гриффин. То есть, получается, в 2019 году он проиграл Мишелю Перейри Flying Knee and Punch в первом раунде нокаутом. До этого проиграл Клаудио Сильви Армбаром в третьем раунде в 2019 году. До этого Давида Заваду, правда, спритом умудрился победить. И Оливера Энкомпа он нокаутировал в первом раунде в 2018 году. Но Нордин Наталья бы тоже проиграл нокаутом в первом раунде в 2017. Бобби Нэша нокаутировал в втором раунде в 2017 году. То есть, чередует победы с поражением. По сути, у него поражение. Победа, поражение, победа, победа, поражение, поражение. Ну, здесь, конечно, тогда получается 50 на 50. Или даже Зелим Имадаев будет чуть-чуть фаворитом. Давайте проверим эту информацию. Зелим Имадаев 1.47. Ну, блин, я думал, будет 1.9 или 1.7. Но не 1.47, что-то маловато, полтора как бы. И Дэнни Робертс. Вот, да, сравните разницу в классе Александра Волкова и Грега Харди. И сравните разницу в классе Зелим Имадаева и Дэнни Робертса. Получается, что примерно одно и то же разве? Я думаю, нет. Здесь Имадаев фаворит, но не настолько. Так что Дэнни Робертса 2.9 в принципе можно рассматривать. Конечно, все болеем только за Зелима. Но букмекеры здесь, возможно, ошибаются. Такой уж и слабак Дэнни Робертс. Так, ну на этом все. Болеем за Зелима Имадаева. Смотрим обязательно этот ивент. 9 ноября он пройдет на ЦСКА арене. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!